Лицкий хлебозавод 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 Где у Лицкого района есть успехи, так это в системе образования. Наши школьники показывают отличные результаты на предметных олимпиадах, на централизованном тестировании, в творческих конкурсах и на спортивных площадках. Как удается добиваться результата, участники выездного семинара увидели на примере Первой Лицкой и Йотковской школ. Гости побывали на уроках, оценили материально-техническую базу и условия, созданные для учебно-воспитательного процесса. Заглянули на сайт учебных заведений, узнали, как используется компьютер на уроках, пообщались с учащимися и педагогами. Увиденный пример для коллег. Таким был вердикт участников совещания. Сегодня мы посмотрели и сельскую школу, и школу в районном центре. База очень хорошая, но самое главное, грамотно выстроен педагогический процесс, воспитательный процесс в образовательных учреждениях. Сегодня очень так креативно, с умом, с душой. Тематические классы оформлены белорусского языка, истории, географии, физики и другие. Все это нацелено, первое, на то, чтобы воспитать гражданина, из ребенка сделать наш патриота гражданина, а второе, чтобы он ушел со школ подготовленный, грамотный, готовый, потом вносить вклад уже на благо нашей Родины. В первой лидской школе гостям рассказали, показали, как организуется работа в шестой школьный день. В Йотковской акцент был сделан на занятия детей физкультурой и спортом. Как оказалось, сельской школе пользуется популярностью тренажерный зал. По желанию ребят в этом учебном году организованы занятия по вольной борьбе. Много советов и от заместителя председателя идеи поступило по музейной педагогике, по развитию музеев учреждений образования. Обращали внимание на спортивную базу и на занятость ее в свободное время, на привлечение взрослого населения в спортивные залы учреждений образования. Я считаю, что для того, чтобы пошли дети в спортзал в свободное время, надо, чтобы шли родители. За их примером пойдут и детки, и таким образом будут воспитываться новые поколения, для которых это будет становиться нормой. А здоровый образ жизни для нас – это один из главных приоритетов. Здоровый человек – это залог сильной и прочитающей нашей страны. В агрогородке Йодке, кроме школы, участники выездного семинара побывали в местном магазине и сельском исполкоме. Общаясь с представителями местной власти, заместитель председателя Гродинского облсполкома Виктор Левскович поинтересовался, как у них налажена работа с разными категориями населения, но особенно с одинокими и одинокопроживающими пожилыми людьми. Не всем уделяется должное внимание, будут даны, дана принципиальная оценка. Идет сейчас зимний период, к сожалению, гибнут люди, в том числе пожилого возраста в Гродинской области. Пусть их и немного, но они у нас сегодня есть, а каждая гибель сегодня людей – это трагедия в семье. Поэтому мы делаем акцент по поручению губернатора Гродинской области Владимира Васильевича Кравцова именно на работу с данной категорией нашего населения. Хочу сказать, что все необходимое в Гродинской области для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся теплом, уютом, есть. Надо только постучаться каждому в дверь, прийти и посмотреть, все ли у него нормально. В социальной сфере это еще и здравоохранение, поэтому в программе семинара значилось и посещение второй Лицкой городской поликлиники. На обслуживании в этом учреждении свыше 19 тысяч человек. Штат 100% укомплектован врачами. Данная поликлиника одной из первых в области внедрила систему информатизации, что позволило избежать ряда проблем, а значит и жало пациентов. Мы показали, как формируются листы ожидания, как работают с ними администраторы, регистраторы. Все это в комплексе. Участники выездного заседания пришли к выводу, что подобная форма работы наиболее эффективна в случае возникновения проблем в социальной сфере. Положительный опыт других районов может быть полезен при поиске пути их решения, поэтому в дальнейшем необходимо изучить работу в разных районах Гродничины. Из Лицкого гостя увезли немало интересных идей, которые попробуют воплотить в жизнь на местах. В Вороново идут последние приготовления к областному фестивалю ярмарки тружеников села Дожинки-2016. Праздник в городском поселке состоится завтра. Среди его участников будут и представители Лицчины. Возглавит нашу делегацию председатель Лицкого райисполкома Михаил Карпович. Праздничные мероприятия в Вороново начнутся в 9 утра. В программе выставки, концерты, спортивное состязание. Участники областных дожинок торжественным шествием пройдут по улицам городского поселка, а затем в городском центре культуры состоится церемония вручений премий победителям соревнования на уборке урожая. В рамках праздника в Вороново пройдет республиканская народная патриотическая акция Федерации просовьеза Беларуси «Мы вместе». На областном фестивале-ярмарке тружеников села будут работать и наши корреспонденты. Они расскажут все, что там будет происходить. Поздравления с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса принимали сегодня аграрии личины и те, кто занимается переработкой продукции сельского хозяйства. Этот год оказался непростым для тружеников села, однако и в таких условиях они смогли добиться определенных результатов. В растеневодстве этот год, наверное, продолжение прошлого года, года засушливого, и когда мы начали в том году осенние плевые работы, посевную, очень были плохие сходы, и, конечно, в этом году сказалось на этом урожае, который вот и по зимам рапсу, и по зимам зерновых. Особенно на легких почвах Грозенской области, в том числе Литском районе, которые в том числе из-за этих погодоклиматических условий недополучили, хоть и говорить, почти больше трети зерна плановых, которые мы планировали. Что касается животноводства, то в том году у нас было достаточно хорошего урожая зерна, но второго полугодия животноводства, вот именно этот год, где мы заготовили кормом меньше, оно так или иначе отразилось на стабильном укорблении скота, свиней и птицей. И в этом году мы имеем всего лишь 100% по области валовой продукции, 90% больше по Литскому району. Сегодня Литский район недополучил по валовому привесу КРС, молоко и свинина на уровне прошлого года. Но в основном это недополученное продукцию сиреневодства. Это не говорит о том, что наши люди плохо работали, или мы стали намного хуже к прошлому году. Да, есть у нас недочеты, мы их понимаем, каждый год анализируем. Но хочется сказать, что в таких условиях, может, люди даже больше работали, в этих погодно-климатических условиях, когда уборка почти длилась 60 дней, когда по большому счету и выработки особо нету, и зарплата невысокая, если брать по отработанному дню. И настроение у людей хуже, чем когда оно сыплется в бункер зерно, золотистое и беспорывное, погода хорошая. Ты знаешь, что за 2-3 недели закончишь уборку. Но, тем не менее, наши люди в этих условиях не сдались и не опустили руки, и делают все, что возможно. Сегодня, несмотря на то, что ниже уровня прошлого года показатели по сельскому хозяйству, делается все уже сегодня к заделу на будущий год. Проведены неплохо полевые работы, посеяны зимы в плану, зимы рабства, зимы зерновой культуры. Ведется зябь, убраны все культуры, на сегодня исключением там осталось около тысячи, гектаров на зерно кукурузы. Заготовлено кормов больше, чем в прошлом году, поэтому есть надежда, что это вот половина года. И на будущий год будем с кормами, значит, будет лучше состояние животноводства. Ну, будем говорить, укрепляется материальная база. То есть мы руки не опустили совершенно. А то, что вот так сложилось, мы все много слышим, когда говорим, что находимся в зоне рискованной земледелии. И учитывая наши почвы, и особенно природоклиматическое условие в этом году, когда май-июнь была температура очень высокая, а потом июль-август, наоборот, была низкая температура с дождями. В сентябрь обратно температура очень высокая, в октябрь практически до сегодняшнего дня, или снег, или дождь каждый день. Но, тем не менее, для этого мы многие специалисты, почти все имеем высшее среднее образование. Нас учили, как, если бы вести, какие меры принять оптимальные в этих погодно-климатических условиях и сложившихся ситуации. В аграрном секторе в нашем регионе трудится 2800 человек. На перерабатывающих предприятиях около 4000 работников. И хотя в зале Лицкого дворца культуры присутствовала лишь небольшая их часть, председатель Лицкого райисполкова Михаил Карпович выразил благодарность за нелегкий труд всем, кто занят в этих сферах и подчеркнул, успех в любом деле решают люди. Со сцены глава района назвал имена лучших работников животноводческих ферм, механизаторов, комбайнеров, водителей, специалистов хозяйств, а также работников организации перерабатывающей промышленности. Дорогие друзья, в заключение я хотел бы еще раз поздравить всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Еще раз поблагодарить хочу вас за эту непростую работу. Искренне пожелаю вам и вашим близким, конечно же, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений. В Беларуси началась отправка новобранцев на срочную военную службу и службу в резерве. В ноябре вооруженные силы и другие войска и воинское формирование из Гродненской области отправятся к месту службы около полутора тысяч молодых людей. Еще около 300 направят на службу в резерве. В осеннем списке призывников Лицкого военкомата 245 юношей, 35 из них резервисты. На этой неделе уже с родными попрощали 60 ребят. Нынешним новобранцам этот ноябрь запомнится не только ранним снегом, но и прощанием с гражданской жизнью. Уже три дня по утрам у Лицкого военкомата собираются призывники и провожающие их родные и друзья. Родители не скрывают волнения, на глазах у девушек слезы, а друзья подбадривают, особенно те, кто уже отслужил. Имея опыт в военной службе, они дают наставления. Новобранцы же настроены оптимистично. Уходя в армию, я чувствую, не знаю почему, но радость. Какая-то все-таки очень важное событие в моей жизни, которое дает один раз жизни. Ну, уходя в роту почетного корула, конечно, придется очень легко. Но я считаю, в первую очередь, надо идти в армию для себя все-таки, чтобы стать более взрослым мужчиной, повидать многие ценности своей жизни и осознать, что такое хорошее, что такое плохое. Александр Кирней в этом году окончил Минский профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта. По распределению он работал машинистом в локомотивном депо Лида. О том, что служить придется в роте почетного караула в столице, узнал в сентябре, во время отбора призывников представителями воинских частей. Эта новость Александра не огорчила, а вот его маму заставила поволноваться. Я чувствую волнение, потому что в нашей семье это первый призывник, и мы очень волнуемся, переживаем. Мы надеемся, что он вернется возмужавшим, окрепшим, настоящим мужчинам. Я желаю всем призывникам и своему сыну терпения, стойкости, выдержки, чтобы они достойно отслужили, вернулись домой настоящими мужчинами. Вместе с Александром Кирнеем в роте почетного караула в Минске будут служить еще двое литчан. Остальные 18 новобранцев, отправленные в армию в среду, будут проходить службу в силах специальных операций вооруженных сил Беларуси в Бресте и Марьиной Горке. Те, кто попрощался с гражданкой во вторник, будут служить в Молодечно и Минске. А сегодняшние призывники пополнят воинские части Гродно. Во время осеннего призыва в Лицком военкомате в Лицкий погранотряд отобраны 28 юношей, а в 116-ю гвардейскую штурмовую авиабазу – 23. Наши ребята уже на протяжении многих призывов востребованы практически во всех элитных частях не только вооруженных сил, но и внутренних войск, подразделений милиции, КГБ и органов пограничной службы. Частями, в которых проходят наши ребята службы или будут проходить, это и 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада, город Брест, и часть сил спецопераций, 5-я бригада Марьиной Горки, и центральная база обслуживания и обеспечения Министерства обороны, рота почетного караула, где постоянно ребята нашего района являются представителями нашего региона, и другие части вооруженных сил. Служить в элитных войсках – об этом мечтают практически все мальчишки. Однако, чтобы попасть в подразделение сил специальных операций или роту почетного караула, органов пограничной службы или внутренних войск МВД, призывник должен пройти серьезный отбор, где особое внимание уделяется состоянию здоровья и морально-психологическим качествам. В Лицком районе наметилась очень хорошая положительная тенденция по направлению призывников вооруженной силы Республики Беларусь. В чем это заключается? Прежде всего, в желании самих призывников служить в элитных частях Республики Беларусь. Если раньше ребята выбирали только рот войск, то сегодня, приходя на призывную комиссию, они указывают не только рот войск, в которых хотят служить, но и конкретную воинскую часть, знают ее историю, доблестные походы, поэтому они готовы. Отбор очень и очень серьезный, очень сложный, поэтому из того количества призывников, которые отобрала призывная комиссия, уже непосредственная часть отбирает только лишь половину, а то и меньше тех призывников, которые готовы и годны служить в вооруженных силах Республики Беларусь. Из Лицкого военкомата на областной сборный пункт в Гродно будут отправлять призывников еще в течение недели. Последняя отправка в Лиде намечена на 25 ноября. В Беларуси же последние призывники отправятся в армию 30 ноября. В областном центре новобранцы из разных регионов Гродненщины пройдут еще одну медицинскую комиссию, после чего будут постигать азы военной службы в учебных центрах воинских частей. Военную присягу новобранцы примут 10 декабря. Другим темам. Трехтысячный клиент, заказавший музыкальное поздравление на канале Лида ТВ, получил подарки от Лицкого телерадиообъединения. Семья Кудряшовых решила поздравить в эфире Лицкого телевидения в программе «Ваше поздравление родственницу с юбилеем», поэтому Сергей и Галина и пришли в отдел приема заявок, расположенный в гостинице Лида. Семейная пара даже не предполагала, что здесь ее ждет сюрприз. Большое спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Надеемся, что и в дальнейшем будете выбрать Лицкое телевидение. В качестве подарка трехтысячному клиенту были вручены сертификат на оказание бесплатных услуг Лицкого телерадиообъединения в течение года букет и продукции Березовского стеклозавода. Конечно, не ожидали, это был сюрприз для нас, но как-то так, ну, приятный сюрприз, большое спасибо, не ожидали. Но пользуемся услугами не первый раз, наверное, дальше будем пользоваться. Лицкое телерадиообъединение в последнее время часто преподносит сюрпризы своим телезрителям и радиослушателям. Рождество и Новый год тоже не обойдутся без подарков. Лицкое телевидение готовит еще много сюрпризов и подарков. У нас планируется новогодний розыгрыш, который состоится 27 декабря, а также еще следите за нашей рекламой, за нашим телевидением, радио. Мы сообщим о дополнительных акциях. Ветрено и сыро будет в Беларуси до середины следующей недели. По Гродинской области синоптики обещают дожди в пятницу, субботу и воскресенье. Завтра днем порывы ветра в отдельных ее районах будет достигать 15-18 метров в секунду. Что касается температур, то и ночные и дневные в ближайшее время будут плюсовыми. В начале следующей недели кратковременные осадки пройдут в отдельных районах Беларуси. Температура воздуха в течение суток составит от 2 градусов ниже 0 до 5 градусов тепла. Лишь днем по юго-западу воздух прогреется до плюс 7. В конце выпуска короткие спортивные новости. После четырех игровых дней четверка сильнейших команд в соревнованиях по волейболу среди мужских команд, которые проходят в Лиде, выглядит следующим образом. Лес, Гедеон, Воронова и Лительмаш. Состязания продолжатся в спорткомплексе «Юность» и в ближайшие выходные. В субботу игры начнутся в 10 часов, а в воскресенье в 9 часов. Победитель определится 26 ноября. Это была последняя информация выпуска. Смотрите события на Лида ТВ завтра, и вы будете в курсе всех новостей в нашем регионе. До встречи в эфире! Партнер программы события – Лидский хлебозавод. Всегда ароматная и свежая продукция. Выпеченная с любовью, по традиционным и новым рецептам. Лидский хлебозавод. Лидский хлебозавод.